Миньон, он же Фиксик, он же предприниматель Сергей Осейкин. Наряжаться в героев мультфильмов начал две с половиной недели назад. Тогда открыл собственное дело – организацию детских праздников. До этого работал в сфере продаж. Найти работу по душе помог Центр занятости. Сейчас о своем старте рассказывает на ярмарке вакансий тем, кто развивать свой бизнес только собирается. Пытался найти то, что мне нравилось. И пришел к выводу, в поисках работы, туда пришел к выводу к тому, что почему бы мне не сделать самостоятельно то, что я делал, например, уже на кого-то, если знаешь, в принципе, все эти нюансы. Поэтому начал заниматься самостоятельно. На ярмарке вакансий в Ефремове соискатели представили более 500 рабочих мест для 33 предприятий Тульской области. Тех, кому сложно сделать выбор, тестировали психологи. Те, кто с работы определился, пришли на тренинг по составлению резюме. Там учат, как написать документ так, чтобы работодатель не смог отказать. Обязательны сведения об образовании, предыдущих местах работы и об обязанностях, которые выполняли. Чем понятнее резюме, тем больше шансов на успех. У некоторых даже в резюме встречается информация, вот, ну, вообще даже расплывчато вот такого содержания. Работал на хорошей работе. Ну, конечно, это, да, абсолютно общая такая формулировка. Есть такие формулировки достаточно смешные, связанные там, ну, например, работала на мехах. То есть человек, да, ну, не совсем понимает, что именно под собой подразумевает резюме. Один из лидеров в регионе по количеству безработицы. Таким был Ефремов всего год назад. Тогда по поручению губернатора стали создавать рабочие места на градообразующих предприятиях региона – Каучуковом заводе, Воловском броллере. Сейчас в центре занятости состоит чуть больше 250 человек. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Если раньше на человека приходилось одно рабочее место, теперь три. Основная причина была в нестабильной деятельности фактически такого предприятия градообразующего, как ЕЗСК. Если в 2016 году речь шла о вообще возможной приостановке деятельности данного предприятия, то благодаря подписанным соглашениям губернатором Тульской области на сегодняшний день не то, что не идет речь о закрытии, идет речь о модернизации производства, существенные инвестиции вливаются в предприятия. Всего в Тульской области в центрах занятости зарегистрировано почти 5000 человек. Для того, чтобы помочь им найти работу, ярмарки вакансий проходят регулярно во всех муниципальных образованиях региона. Как рассказывают сотрудники центра занятости, половина из тех, кто заинтересовался работой, приходит на собеседование на предприятия. Сейчас работодатели готовы принять людей на 20 тысяч вакансий. Данила Андрюшин, Анастасия Авдеева, Владимир Ребриков, Первый Тульский.